Ладно, возьму туалетную бумагу, она ближе. Что-то мне подсказывает сердце, что что-то надо как-то не так это делать, знаете. О! Ага! Меня. Сейчас пойду за ним. Очень красивый цвет. Привет, мои хорошие, с вами Селена Све, и сегодня у нас будет Кухня Красоты! Вы, конечно, уже просто устали, наверное, писать, когда будет Кухня Красоты, когда будет Кухня Красоты. И девочки мои знают, что я собираюсь скоро окрашивать свои волосы, но я буду, опять же, блондинкой. Единственное, что я приготовила какой-то рецепт, мне помогли, чтобы волосы были мои не такого более теплого цвета, да, сейчас у меня более теплый цвет. Сейчас кто часто спрашивает, у меня Estelle 1075 номер. А я взяла такую, то есть там будет Estelle 1075, но ее будет меньше всего, и будут другие еще смеси. Я, в общем, хочу более холодный цвет попробовать сделать. Я обычно крашу свои корни там на определенном проценте, и потом по длине провожу. В общем, девчоночки ждут, скоро будет, но пока еще корни пусть еще немножечко отрастут, где-то, может быть, через недельку. В общем, посмотрим. Не торопите меня всему свое время. Сейчас я решила, я буду снимать Кухню Красоты, и покажу, что я буду окрашивать, и как буду окрашивать, и что получится. А сейчас я решила пока не, ну, как бы, знаете, хочу какие-то вот другие цвета, изменения, но не хочу больше красить пигментированные всякие цвета, да, краски, потому что все-таки волосы сушатся, где-то портятся. Сейчас я их восстанавливаю. Кстати, сегодня, например, я омыла голову от Faberlic Arctic Bio, и шампунь был, и бальзам. Единственное, что между ними я еще наносила, люминейр называется, такой вот, сейчас покажу, люминойл, люминойл. Вот, может быть, кто-то знает, о нем очень много хороших отзывов в интернете. Я попробовала Элгон фирма. Я попробовала, в принципе, да, на самом деле тут система какая-то, оно там проникает, раскрывает чешуйки, и потом, когда вы наносите бальзам, то есть после шампуня его надо использовать, когда вы наносите бальзам, то бальзам проникает более глубоко еще, и, да, волосы как шелк, то есть вы когда их смываете, они классные. Стоит она где-то 1800, вот такая вот баночка, ее нужно взбрызгивать, и она как пенка. Здесь она очень быстро впитывается в волосы, то есть если вы наносите, она прям поглощает волосы. Единственный момент, что такое ощущение, что должно быть больше как-то пространства, больше проветриваемости, потому что я просто задыхаюсь. Я вот так вот беру, да, на прядь вот так вот раз-раз-раз нанесла, оно все впиталось, и какие-то испарения от этой штуки отходят, что дышать нечем, я прям высовываюсь, хотя у меня форточка всегда в ванне открыта. В общем, но эффект мне очень нравится, действительно волосы шелковистые, то есть кто знает, сколько я красила свои волосы, я сейчас восстанавливаю, и то делаю это где-то раз в неделю, вот с этой штукой. То есть через раз. Через раз я использую, раз в полторы даже в неделю, вот так вот. Ну а вообще пока что BioArctic мне нравится от Faberge. Ладно, что я хочу сегодня сделать? Я хочу сегодня использовать из AliExpress, я заказывала вот такие вот туши, и я не знаю, я хочу вот, может быть, мне все покрасить в какой-нибудь цвет? Вот. Синий, например, стать. А? Давайте. И какие-нибудь зелено-фиолетовые пряди. Синяя или фиолетовая? Фиолетовая была уже, синяя я еще никогда не была. Давайте я синюю сделаю. Короче, я хочу что-нибудь поприкалываться, и я хочу просто вот накрасить свои волосы в разные цвета. В общем-то, все. Я откручиваю. Я же как-то, когда показывала покупки с AliExpress, я и эти туши показывала. В принципе, они достаточно такие мне понравились. Сейчас посмотрим, что будет. Лишь бы только я не была вся в этой туши, я уже сейчас буду в этой туши. Где салфетка? Салфетки? Вы где? Ладно, возьму туалетную бумагу, она ближе. Так. Давайте возьмем сначала передние прядки. И попробую я их накрасить. Мне кажется, туши вот здесь не хватит на мои все волосы. Но я бы такая, чтобы все волосы закрасить. Вот возвращение, да? Надо расческу. Вот интересно, у меня у одной так, когда я сажусь снимать что-то, и оказывается, я забыла то, то, то. То есть я, ну, как-то не тщательно подготавливаюсь. У меня личная импровизация. Постоянно все забываю. Так, поехали. Чтобы руки не пачкать. Возможно, это только для прядей, как бы, да, использовать надо. А на все волосы, наверное, нет. Будет как-то криво, неаккуратно все. Все будут думать, что я покрасила. И скажут, Силя, а ты что сделала сама? Мне не нравится, что это какими-то пятнами. Видите, она ложится. Я не знаю, вам видно, нет? У меня явные пятна. Чё, почему? Мне хотя бы вот до половины-то хоть докрасить вот так вот полностью. Кстати, очень быстро высыхает, и волосы вот не сухие, как в отличие, вот знаете, если красить этим мелочком. Единственное, что не так равномерно все, видите, накладывается. Пахнет очень приятно. Рука уже синеет. Ой, что-то мне подсказывает сердце, что что-то надо как-то не так это делать, знаете. Вот прям хочется, знаете, вот вылить вот эту всю хрень. Отсюда вам. Давайте попробуем. Прям вот вылить бы. Я вытащила сейчас колпачок, может быть, будет больше на тушь. О! Вот оно как надо. Так, смотрите. Да. Вот так вот. Вот так вот. Поярче, без пятен, чтобы было. Пошла расчесочка в ход. Ну-ка. Короче, я пока намучусь сейчас одной этой прядью. Вот она у меня и будет одна. Были наполеоновские планы, да? Окрасить все волосы. В итоге до прядь бы нормально одну украсить. Цвет красивый такой, да? Все-таки. Было бы шикарно сделать им все волосы. Просто это нужно что-то такое более, знаете. Серьезное. Сын не узнает меня. Сейчас пойду за ним. Скажет, что за тетя с синими волосами пришла за мной. Он не скажет еще, но подумает. Хотя не может сказать. А вы, не мой, не мой, не мой, не мой, не мой, тетечки. И руками в разные стороны разведет. Теперь после фоток в инстаграме вы поймете, насколько это все тяжело мне удалось. Все наглядно вам вот тут вот показываю. Не так-то уж это и просто. Быть синевлаской. Ну, прикольно. В общем, вот что у нас получилось. Уже почти все подсохло. А вот такие передние пряди. Здесь я взяла больше, здесь я чуть меньше взяла. А вот что с моими ручками. Я работала вот этой рукой. Немножко рукой и растряхивала их, чтобы они быстрее подсохли. Вот немножко у меня тут осталось. Сейчас я это все сотру. Волосы чуть-чуть подсушены. Абсолютно не сильно. То есть все хорошо. Насколько я помню, в прошлый раз у меня на подушке вообще не оставалось, честно говоря, следов. Но я вам скажу. Я вам скажу. Вы спрашиваете потом в инстаграме или где-нибудь. Остались или нет следы, я вам скажу. Остались или нет. Кому интересно. В прошлый раз не остались, но у меня были не такие вот сильные пряди. Ну и что скажете? Идет мне синий влазкой. Если бы я в синий покрасилась. Такой. К сожалению, потом такие цвета только вымываются в какие-то непонятные зеленые там оттенки. А так можно походить немножко. Еще можно сделать прическу. Раз. И просто синий. Такие по бокам. Ну я пока с распущенной похожу. Ну что, все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео понравилось. Мы другие цвета не будем экспериментировать. Что-то это так долго, утомительно оказалось. Похожу вот так. До первого мытья это все у меня будет. Так что вы можете мне еще долго и лицезрить в инстаграме. И на ютубе видео буду снимать, наверное, вот такими волосами. Мне нравится. И мне кажется, у меня есть идея, как сделать так, чтобы быстро волосы все закрасить. Вот так до первого мытья чем-то. И действительно, оно должно смыться. Кстати, спрашивайте потом, если кому интересно, как оно быстро потом смылось. А может быть, я оставлю это видео. Кстати, и не буду его сейчас сделать. А я посплю, скажу свой отзыв сюда же в видео. И потом помою и скажу свой отзыв сюда же в видео. И выставлю вам это видео. Так что я с вами не прощаюсь. Позже увидимся. Еще смотрите, на самом деле этот цвет проламутровый. Очень красивый цвет. На волосах он, конечно, не такой. И вы понимаете, почему я так насыщенно покрасила. Потому что я сняла этот клапан. Вот этот вот. Ненужный. Сейчас я пойду вымою руки и скажу, как быстро они вымылись. Руки смылись идеально. Быстро, без усилий. Вообще смылом. Просто им даже детским. Ну все. Побежала. Так, ну что. Поспали мы с этим цветом волос. На подушке у меня абсолютно ничего не осталось. Чистая подушка. Хотя она у меня не кипельно-белая. Но я сейчас вам покажу. Вот, как видите, нет никаких пятен, ничего. Даже и намека нет на голубые пятна. Субтитры сделал DimaTorzok.